здравствуйте сейчас мы сделаем анимацию объектов и камеры 3d max я подготовил для этого вот такую сцену где есть декор на пьедестале который мы будем анимировать и вокруг которого будет происходить вся анимация прожектор который на него светит и поверхность которая на которой все это дело стоит а также я создал вот такой вспомогательный сплайн о котором мы поговорим чуть-чуть похоже в первую очередь давайте создадим камеру на виде сверху мы будем рендолить короне выбираем корона к и направляем камеру по направлению нашего объекта внимание переходим перспективу и нажимаем си переходим в камеру затем поднимаемся на уровень высоты нашего декора и посмотрим что у нас получается вот так вот сейчас выглядит сцена достаточно простая специально очень простая здесь обычный серый материал для того чтобы все быстренько отрендрилась следующий момент давайте сделаем анимацию самого объекта к примеру это будет декор и наш постамент лучше собрать это дело в группу и каким образом будет происходить сама анимация нажимаем на авто кей появляется такая красная рамка переносим ползунок в позицию где у нас будет завершена анимация и далее делаем какое-то действие например повращаем объект на 360 градусов чтобы он сделал полный круг создается вот такой вот ключик в этом месте и отжимаем клавишу авто кей далее посмотрим что получилось наш объект вращается на своем месте отлично если вы хотите удалить эту анимацию то вы выбираете ключ в начале ключ в конце правой клавишей делится ли ты кейс все никакой анимации более нет теперь давайте анимируем камеру ее можно также анимировать при помощи простого перемещения авто кей выбираем камеру но вот тут внимательно мы должны выбрать камеру сначала выбрать камеру вот но нам не надо выделять цель то есть вот тут вот аккуратный такой момент чтобы была выделена только камера авто кей сначала перемещаем ползунок в конечную позицию потом перемещаем камеру снова авто кей и все у нас создалась вот такая анимация посмотрим как это выглядит из камеры вот таким вот образом на это очень простой элементарный способ есть еще один способ на мой взгляд он поинтереснее если вам нужно сделать что-то более сложное как это работает вот этот план который нарисовал это будет путь по которому будет двигаться камера соответственно вы заранее можете продумать какой-то определенный и и маршрут допустим если у вас происходит сложная анимация в интерьере где камера как-то там делает зигзаги не знаю там приближается отдаляется двигается потом наверх то можно будет заранее этот маршрут ей задать при помощи сплайна и видеть наглядно так как же это работает давайте зайдем на вид сверху выберем нашу камеру затем нажимаем анимэйшн констрейнтс и пас констрейнтс после чего от выбранного объекта к пути мы протягиваем пунктирную линию и выбираем эту линию таким образом куда бы мы не пытались подвинуть камеру движение будет строго в рамках этого сплайна теперь посмотрим как это выглядит со стороны перспективе да вот так то есть камера движется и вот так поднимается плавно наверх здесь не надо ничего анимировать заранее при помощи инструмента автокей анимация происходит автоматически после того как вы выбираете этот путь зайдем в камеру и посмотрим как это выглядит из камеры камера движется и в какой-то момент начинает двигаться наверх и чуть-чуть приближается к объекту выглядит классно и довольно таки такое непростое движение у нас она рисует хорошо теперь поговорим о том как сохранить нашу анимацию и о том какие настройки можно выбирать самые первые настройки которые вы можете посмотреть проверить это правой клавиши кликайте на одну из этих клавиш и смотрите камера может двигаться там медленнее в четыре раза в два раза медленнее с обычной скоростью быстрее в два раза быстрее в четыре раза она может двигаться по кругу в вьюпорте ну и так далее также здесь вы можете выставить количество кадров в секунду очень важный момент потому что автоматически стоит 30 кадров в секунду и в этот момент вы сразу понимаете да что одна секунда видео это 30 просчитанных картинок то есть сколько времени это будет занимать если вы хотите сделать движение камеры как знаете в хорошем фильме то вы можете отредактировать frame per second то есть количество кадров в секунду fps параметр активирую его кастом и пишите здесь 60 когда будет просчитывать 60 кадров в секунду никаких рывков камеры будет двигаться очень очень плавно ну наш вариант это будет 30 его оставим и здесь нажимаем ok здесь также можно сохранить количество кадров и когда поставил 60 секунду их стал 200 то здесь мы можем отредактировать старт frame and frame в любой момент то есть если вы хотите можете поставить там 500 50 ну в общем сколько хотите вот но у нас стояла сток на следующем этапе мы будем сохранять наше видео для этого мы заходим в настройки render setup и первое что необходимо сделать активировать тайм сегмент то есть от 0 до 100 все кадры мы будем просчитывать поэтому выбираем этот вариант далее настраиваем разрешение видео разрешение видео то что у нас на ютюбе full hd и hd находится в hd tv видео вот эти два основных варианта full hd и hd но мы сейчас выберем какой-нибудь вариант попроще например вот это для того чтобы побыстрее просчитать получившийся результат далее пролистываем вниз нажимаем render output файл и выбираем путь куда мы будем сохранить допустим в папочку видео называем вот так и выбираем вариант ави сохранить таким образом мы пропуск прописали путь куда будет сохраняться наш результат уже в формате видео ави после чего мы заходим в настройку сцены и здесь я сейчас поставлю ограничение рендера по уровню шума то есть когда картинка достигнет уровень шума допустим там 5 будет происходить динайзинг 0 там 65 65 процентов шума будет убираться результат будет завершен и макс автоматически перейдет к просчету следующего кадра и так далее пока не просчитает все 100 5 это в идеале я щас поставлю 10 для того чтобы опять же успел ускорить результат и нажимаем рендер смотрим что будет у нас получаться и а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И теперь давайте посмотрим то, что получилось У способа рендерить видео сразу же в формате видео есть определенные недостатки К примеру, если в процессе рендеринга отключится электричество, то результат не сохранится Поэтому существует альтернативный способ Вы выбираете формат, к примеру, JPEG Ставите название первого кадра 0 И ОК И далее попробуем отрендерить еще раз, посмотрим, что у нас получится К примеру, Макс сейчас отрендерил 7 кадров И посмотрим, как теперь это выглядит Вот наши картинки То же самое, только каждый кадр отдельно Если их сложить воедино, то получится видео Есть такие программы, например, Adobe After Effects, где вы можете загрузить в программу, выбрав сразу все файлы, за исключением видео Путем перетаскивания И программа автоматически сложит эти картинки в единый фильм Такой способ, конечно же, более безопасный И позволит вам сохранить результат в любом случае То есть, если электричество отключится, вы просто начнете рендерить с того места, где оборвалось видео На этом все, что я хотел рассказать вам сегодня Спасибо вам большое за внимание И пока Субтитры сделал DimaTorzok